Ну и еще о главном продукте на столе казахстанцев. Таких вот племенных породистых телок, давайте посмотрим, да, вот мы их сейчас видим на экране, завезли к страну еще в 2011 году. Они должны были улучшить генетический фонд крупнорогатого скота и дать прирост до 300 килограммов на одну голову. Говорили тогда еще об одной амбициозной цифре, довести экспорт мяса до 180 тысяч тонн к 2020 году. Итак, 2020 год уже заканчивается, а эти планы исполнены лишь на 5%. Все дело в том, что сотни миллиардов были потрачены только на производство сырья. Фермерам выгоднее отправлять живой скот за границу, там цена привлекательнее. Ну а отечественные мясоперерабатывающие заводы при этом остались не у дел. Динар, ну и насколько я знаю, вот тот материал, тот видеосюжет, который сейчас мы хотим показать в эфире, готовила именно ты. Да, для подготовки сюжета мы отправились в Акмолинскую область и лично пообщались с фермерами и переработчиками мяса. И здесь и другие переживают, что Казахстан может потерять отрасль мясопереработки. Так ли это и как избежать очередного сырьевого клейма, мы спросили работников сферы. Тех, кто за отрасль, отвечает Министерство сельского хозяйства. Что они думают по этому поводу, смотрите в следующем материале. Тогда давайте мы все заводы закроем, станем все чабанами и будем работать на Китае и Узбекистан. О том, что приходится развивать чужие технологии, чужое производство с болью рассказывает глава мясокомбината. Одно из предприятий в Акмолинской области по переработке загружено всего на треть. Фермерам выгоднее экспортировать скот в живом весе. Получается нонсенс. Мы своих бычков хороших отгружаем живьем на экспорт, а завозим для наших перерабатывающих заводов, для производства колбасы, полуфабрикатов, мясо выбракованных старых коров. Если этот экспорт будет продолжаться, то мы потеряем в конце концов перерабатывающую отрасль мясокомбинаты, потому что они деградируют в конце концов. В Казахстане переработкой мяса занимаются 165 предприятий. Предприятия, по данным Минсельхоза, все они загружены лишь наполовину. Нет оборотных средств и в итоге заводы не могут дать конкурентную цену фермерам. Более того, эти мясокомбинаты построены в советское время. И предложить зарубежному потребителю современные стандарты качества могут не все. А китайские покупатели хотят, что мы хотим такое же мясо, которое мы получали с Австралии, в Америке или еще откуда-то. И в этой связи нам нужно эти все стандарты соблюдать и делать, и их внедрять, чтобы быть конкурентно способным. Потому что на самом деле живой скот – это все хорошо, наверное, краткосрочно. Выгоднее продавать живой скот за рубеж еще и потому, что нет единой логистической сети внутри нашей страны. Порой доставка до мясокомбината выходит в разы дороже самой выручки. Знают об этом и в Минсельхозе. Потому что не во всех регионах есть мясоперывающие мощности. То есть там фермеры занимаются выращиванием по голове, но у них нет условий для сбыта. А затраты на транспортировки для забоя до доставки на мясокомбинат другого региона – это достаточно большие. Такие внутренние недочеты на руку нашим соседям Узбекистан массово скупает у нас как мелкий, так и крупнорогатый скот. 159 тысяч голов крупнорогатого скота был отправлен на экспорт в прошлом году. Это в 4 раза больше, чем в 2018. Большую часть выкупил Узбекистан. Там они молодняк откармливают. И уже потом готовое мясо наших жебучков отправляют на экспорт. Вы только вдумайтесь, почти 122 тысячи голов КРС узбекские покупатели приобрели в 2019-м. Почти в 2 раза больше мы экспортировали в эту страну баранов. Вот и получается, что прежде чем попасть к нам на стол, казахстанское мясо путешествует по другим странам, дорожает, а домой возвращается уже под другим флагом. Так было до 2020-го. Потом в стране ввели временный мораторий на вывоз животных. К такому решению правительство пришло в январе, но сам документ вступил в силу 15 апреля. На 99% импорт крупнорогатого скота направлен на дальнейшее выращивание. Поэтому завозятся только телочки репродуктивного возраста. На каждую голову крупнорогатого скота намечено около 250-300 долларов. И на мелкий рогатый скот порядка 55-60 долларов на одну голову. Сейчас чиновники решают вопрос о снятии моратория на экспорт скота. Правда, частично. А вывозить можно будет только бычков и ягнят. Маточное поголовье все так же будет под запретом. Но глава Ассоциации овцеводов сомневается, что это условие будет выполняться. У нас нет четкой прослеживаемости, прозрачной. Вместо бычков, я опять повторяюсь, вывозили полностью маточное поголовье. И узбеки радовались. Это основной рынок живого скота уходит в Узбекистан. Потому что они задарма получали стратегический продукт. Маточное поголовье. Этот маточное поголовье, и там не просто беспородные коровы. Мы своими глазами видели Ангусов, Геррифордов, Ахпасов. Это шел племенной скот по цене товарного мяса и живым весом. Это абсурд. Такого нигде в мире нет. А чтобы мясо досталось и отечественным мясокомбинатам, ведомство предлагает фермерам субсидии. Внедрили с августа месяца новый инструмент государственной поддержки. При сдаче своего поголовья либо на откормочную площадку, либо на мясокомбинат он получает меры государственной поддержки от 40 до 80 тысяч тенге. То есть эта мера должна как раз стимулировать тесное взаимодействие между перерабатывающим и фермером. Но это лишь лечение симптомов, считают фермеры. Причины так и остались нерешенными. Теперь вся надежда на новую программу развития АПК. Возможно, она и исцелит сферу животноводства. Другой вопрос – сколько времени на это понадобится.